Брат, ты не мусульманин? Да, да, брат. Назови свою профессию и свой вопрос. Добрый вечер, доктор Закер. Я действительно рад вас видеть лично. Я учитель, я преподаю здесь в университете. Мой вопрос о существовании Бога. Я не мусульманин и не христианин, и, извините, я не верю ни в какого Бога. И не верю ни в какую книгу, ни в священную Библию, ни в священный Коран или Бхагвадгиту. Знаете, как учитель, я провожу экзамены и проверки для своих студентов. Потому что я человек, у меня очень ограниченные знания. Но в ваших видео на Ютубе, которые я смотрел, мне они очень понравились. Вы упомянули, что Бог также проводит экзамены и испытания. Так что если вы считаете, что Бог как учитель проводит экзамены и проверки, то это ненормально. Потому что мы люди, и страдаем в нашей жизни от несправедливости, конфликтов, и, знаете, происходит много насилия. Так что из-за этого его экзамена, из-за этого его испытания, знаете, человечество страдает. Так зачем всё это? Это мой вопрос. Брат задал вопрос, который состоит из двух частей. Во-первых, он сказал, что он учитель. И чтобы он узнал, насколько хороши его студенты, он должен давать тесты и проверки. Всемогущий Бог же, у него есть все знания. Так зачем ему проводить испытания? Он должен знать всё заранее. Пункт номер один. И пункт номер два. Когда мы проходим испытания, почему есть вся эта несправедливость и страдания, которым подвергаются люди? Правильно? Итак, один вопрос, две части. Что касается первой части вопроса, если всемогущий Бог знает всё, то зачем нам проходить испытания? Этот мир испытания, как говорит Аллах в Коране, в Суре Аль-Мульк, глава 67, аят 2. «Хуа ллядзи халак аль маута вал хаята ли яблюакум айюкум ахсану амаля». Аллах создал смертную жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи идеи они окажутся лучше. И Коран говорит в Суре Фатир, глава 35. В тот момент, когда рождается ребёнок, его предопределение уже написано. Бог знает всё. Так зачем проходить испытания? Причина в том, брат, потому что Аллах так пожелал. Бог знает с момента твоего рождения, попадёшь ли ты в рай или ад. Он знает это. Он знает, что этот хороший, этот плохой и так далее. Но представь, брат, если всемогущий Бог без испытаний в этой жизни, в этом мире, напрямую помещает кого-то в ад, а кого-то помещает в рай. Те, кого поместят в рай, они, возможно, не будут возражать. Но те, кого он поместит в ад, они воскликнут, почему ты поместил нас в ад. Представь, что ты учителя и преподаёшь в классе в течение года. Перед экзаменом ты примерно можешь судить, этот ученик не очень хорош, он провалится, а этот ученик сдаст, правильно? Но я боюсь, что вы сравниваете всемогущего Бога и... Позволь мне закончить, брат. Учитель перед экзаменом может судить, что этот ученик провалится. Почему? Потому что этот ученик не прилежен, он не учится. Но учитель может ошибиться. Учитель может предсказать перед экзаменом, что этот ученик наберёт высший балл. Этот станет вторым, а этот провалится. Если учитель скажет, хорошо, вы не будете сдавать экзамен, я сразу помещу вас туда, где вы заслуживаете быть. Ты провалился, ты перешёл, а ты на второй год. Здесь сразу понятно, что ученики будут возражать. Ученики скажут, вы даже не проверили нас на экзамене. Учитель может ошибиться, но всемогущий Бог не может ошибиться. Но даже в случае всемогущего Бога, если он поместит напрямую без экзамена некоторых людей в рай, а некоторых людей в ад, естественно, люди будут возражать. Даже я буду возражать. Если он поместит меня в ад, почему ты поместил меня в ад? Но это человеческое размышление, это не знание Всевышнего. Правильно. Всевышний Аллах хочет доказать и человеку. Он не хочет, чтобы человек чувствовал, что Бог отнёсся к нему несправедливо. В Коране говорится, что в суд на день никто не будет возражать справедливости Аллахам. Потому что Коран говорит, что даже наши органы будут свидетельствовать против нас. Наши глаза будут свидетельствовать против нас. Наши руки, ноги, языки, всё. Так что если ты не особо хорошо прошёл испытания, ты очень хорошо знаешь, что ты не справился, верно? Так что если ты не справился хорошо, и учитель тебя завалил, ты не можешь сказать, что учитель несправедлив. И также у Всевышнего Аллаха есть «Ильму л-Гайб». «Знание будущего». Но он позволяет испытанию происходить, чтобы ни один человек не мог возразить. Представь, что кто-то завалил тебя, и ты даже не сдавал экзамен. Ты будешь возражать или нет? Вот почему, знаете, мне трудно верить в Аллаха, потому что... Брат, я задаю тебе простой вопрос. Ты сдавал выпускный экзамен? Да, я сдавал. Представь, что учитель завалил тебя даже без проверки на экзамене. Ты согласишься? Почему вы не сводите Аллаха до уровня человека? Я не невзвожу Аллаха. Я не свожу тебя до уровня человека, брат. Я не говорю об Аллахе. Я говорю, что человек будет возражать. Аллах не нуждается в людях. Он самодостаточный. Я спрашиваю тебя. Если бы твой учитель завалил тебя без экзаменов, ты бы возражал на это или нет? Да, конечно бы возражал. Тебе нужно объяснение и справедливость, потому что ты человек. Также, если Бог отправит тебя на прямую в ад, ты будешь возражать или нет? Это потому, что мы... Я задаю тебе вопрос. Мы люди. Верно. Так что причина, чтобы ты не возражал, ты должен пройти проверку. Это ответ на твой вопрос. Ответ на твой второй вопрос. Почему, когда мы проходим испытания, мы находим много трудностей, много страданий, много боли, и происходит так много неправильных вещей? Но таковы испытания. Например, когда ты даешь свой экзамен студентам, ты знаешь, что некоторые студенты остаются на всю ночь, они не спят. Они могут сказать, что за учитель, потому что им, возможно, придется не спать всю ночь. Они могут подумать, какой плохой учитель. Но это проверка. И чем сложнее проверка, тем выше награда. Учиться на низких стандартах очень легко. Но когда ты готовишься к медицинскому экзамену, одному из самых сложных... Я сдавал медицинский. Я отучился на врача. Мы учились более 18 часов в день. Это было сложно. Я не могу сказать, почему учитель сделал такой сложный экзамен. Знаешь, как некоторые говорят, какое сложное испытание. Моя жизнь стала несчастьем. Но это испытание. Если я хочу большую награду, я должен пройти это испытание. Так что эта жизнь, брат, является испытанием для будущей жизни. И мы проходим испытания. И в Коране изложены правила и положение о том, как пройти это испытание. И преуспеть в этой и в последней жизни. Этот Коран — наш учебник. Для каждого экзамена есть учебник. А где твой учебник? Без учебника как ты можешь преуспеть в экзамене? Правильно или неправильно? Да, абсолютно верно. Так что это правила и положение для испытания, которые мы проходим в этом мире. Так что если ты следуешь правилам и положениям, то ты проходишь экзамен. Если ты не следуешь, то ты проваливаешь. И для тех, кто действительно познал эту книгу, это совсем не страдание. Для меня это жизнь испытания. Для тебя, поскольку ты не знаешь, поэтому это страдание для тебя. В тот момент, когда ты узнаешь этот учебник, человек, который прилагает усилия и сдает экзамен на 100 баллов, наслаждается. Человек, который находится посередине и терпит неудачу, это люди, у которых есть проблема. Так что если ты очень хорошо поймешь этот учебник, если ты прочитаешь заповеди всемогущего Бога, нашего Создателя, и последуешь за ними, эта жизнь будет прекрасной. Она будет очень легкой. И в результате ты окажешься в раю. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Большое спасибо. Любой может создать капитал, который будет кормить его и его семью. Для этого достаточно грамотно управлять своими деньгами и создать правильную доходную стратегию инвестирования. Мы вас научим разбираться, как не попасть в сомнительные инвестиционные истории или не стать жертвой мошенников. Вы научитесь отличать халяльные компании от харамных, как составить личную инвестиционную стратегию и как собрать прибыльный портфель. Все просто, и это может сделать каждый, даже не имея специального образования. Наш опыт говорит сам за себя. Мы уже 19 лет успешно работаем в сфере инвестиций. Мы первая школа в России, которая учит инвестировать по шариату. И мы не просто обещаем, а даем проверенные знания и решения. Бесплатные уроки, платный курс, эфир со мной, личная работа. У вас есть выбор, как учиться и развиваться. Сотни людей уже изменили свою жизнь, создав халяльный доход. Многие начинают с полного нуля, инвестируют даже от 1000 рублей. И сейчас собирают прибыльные портфели. Благодаря нам, они теперь могут тратить больше времени на то, что им действительно важно и нужно. Семью, отдых, саморазвитие, поклонение и не беспокоиться о будущем. Хотите начать? Переходите по ссылке в описании. И регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс. И уже через несколько шагов вы сможете начать изучать, как халяльно приумножить свои деньги, инвестируя в надежные компании. Вы узнаете, как создать стратегию с максимальной доходностью. И все это можно сделать просто с телефона. Не нужно дополнительного оборудования, десятки свободных часов и миллионы денег. Достаточно вашего желания изменить вашу жизнь. Ждем вас!